Аллилуйя! Давайте Богу вас дадим всю славу аплодисментами. Давайте будем провозглашать благословение. Перебудьте в мире. Вы — миссионер, который спасёт весь мир. Вы унаследуете эту землю. Действительно, есть благословенный и радостный путь. Это следовать за Иисусом. И надеяться, повиноваться Божьему Слову. И когда мы так делаем, тогда наш путь становится таким путём, где вроде бы есть и трудности, и какие-то проблемы, но внутри Иисуса мы наслаждаемся истинной радостью. И мы идём по Божьему пути. И сегодня наше богослужение — это действительно то богослужение, когда необходимо ухватиться только за Божий Завет. Я бы оставлял вас ради этого именем Господа. Сегодняшняя у нас тема — «Наслаждайся только совершённым заветом». Завет, который совершился. Израильский народ преподносили богослужение, но они не знали смысл богослужения, смысл священника, и поэтому они упустили Божьи благословения. Вот мы сегодня прочитали, вот мы прочитали, что Бог говорит, опять вот вытесшие скрижали, которые они разбили. Почему? Израильский народ, вот они роптали, недовольство, но Бог даёт им слово. И потом, потом они начинают жаловаться, что нечего есть, нечего пить. Бог даёт им еду, Бог даёт им воду. И потом, мы видим, что Бог поставил, что Бог поставил Аарона как первого священника, чтобы служили. И поскольку они не знали, что такое священник, то Бог объясняет им, что такое священник, что он должен делать. Поэтому, если мы посмотрим, то скрижали, потом манна, которая кормила Бога отец, затем трость Аарона, вот эти три вещи, они находились внутри Ковчега Завета. Вот всё, что мы с вами делаем, необходимо знать, что во всём есть Божий план. Вот мы всегда с вами получаем обучение, и бывает, мы просто как бы следуем за Богом знаниями, но необходимо знать, что, что бы ни происходило, во всём есть добрый Божий план. А если мы вот этого не знаем, тогда мы, как израильский народ, начнём тоже жаловаться Богу, там, кушать нечего, то чего-то нет, и будем впадать в идолопоклонство. Но я уверен, что мы с вами, которые получили спасение Христом, что бы ни происходило, какое бы событие ни происходило, во всём есть добрый Божий план. Вот израильский народ, когда они поклонялись идолам, хоть они и там жаловались Бога, но Бог, Он всегда даёт им слово, Бог давал им слово. Они говорят, Бог, мы голодные, вот неудобно нам. И вот Бог даёт им манну. И вот тогда, вот сейчас в моей жизни, что происходит такого, от чего мне, от чего сердце моё не в спокойствии, но даже если есть такое, ничего страшного, потому что есть добрый Божий план, добрый Божий благословение внутри всех вот этих событий. Поэтому, имея это в виду, необходимо сегодня принимать слово. Вот особенно израильскому народу, вот пока они шли в пустыню, Бог, Он на сто процентов дал им благодать. И пока мясо не находились в пустыне, вот они всегда имели ковчег завета и шли по пустыне. И Бог сделал, что они вошли всё-таки в Ханан. То есть они, имея вот этот ковчег завета, вошли в Ханан. Почему так произошло? То есть Бог, Он сделал так, то есть Бог, Он дал ковчег завета, чтобы израильский народ опять не пришли к поражению. Тогда, что нам теперь, надо тоже с вами, как израильский народ, иметь вот этот ковчег завета? Значит, сейчас нам вот этот ковчег уже не нужен. Я, конечно, буду говорить об этом в заключении. Но Бог, Он сделал так, что этот ковчег, Он исчез. Поэтому нам сейчас этот ковчег завета, Он не нужен. Вот есть люди, которые, они вот прям по всему миру ездят и ищут этот ковчег завета. Но Бог, Он сделал так, что этот ковчег завета, он исчез. И нам сейчас этот ковчег завета не нужен. Но есть то более совершенное благословение завета, которое более важнее, чем ковчег завета. И это благословение уже вошло в мои мысли, в мое сердце. То есть, по сравнению с ковчегом завета, есть более совершенное благословение завета. И оно находится внутри меня, в моих мыслях, в моем сердце. И вы, найдя это сегодня, и если сможете наслаждаться, тогда у вас будет самое лучшее благослужение. вот Иеремия, Иеремия 3,16, вот если мы посмотрим с вами, то такое слово, «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более, ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет». То есть Бог, Он сказал, что я больше ковчег завета создавать не буду. Почему? Потому что в наших мыслях и сердцах уже Бог вложил благословение более совершенное, нежели ковчег завета. Вот это надо только найти. Что такое наша с вами жизнь вера? Когда мы в своих мыслях, в своем сердце вкладываем завет и наслаждаемся этим. Вот это есть завет веры. Вот это есть жизнь веры. И тогда номер один, первое, необходимо понять смысл ковчега завета. Номер один, смысл ковчега завета. Вот внутри ковчега завета были три вещи. Вот первое, на горе Синай, там было две скрижали, которые Моисей получил от Бога. И то это не были вот эти изначальные две скрижали, почему? Потому что Моисей принял на горе Синай вот эти две скрижали, спустился, и когда он увидел, что вот это духовное состояние своего народа, Израиля народа, тогда что произошло? Вот он увидел, что они с Аароном создали идол и начали этому поклоняться. И тогда вот этот Моисей, вот эти две скрижали, он их разбивает. Каменные скрижали, он их разбивает. Да, то есть вот он полностью разрушил из-за этого поклонца израильского народа. И вот мы сегодня прочитали сегодняшнее мы с вами прочитали в главном месте в Писании, что во второй раз уже Бог дает им вот эти скрижали, скрижали, и вот эти скрижали, которые уже были даны во второй раз, вот они находились внутри Ковчега Завета. Какой здесь смысл? Вот израильский народ, когда они занимались идолопоклонством, и когда к ним пришли проклятия, Бог дает вот эти скрижали Завета. То есть Бог опять дает Завет израильскому народу. Послушайте, вот для нас для нас с вами самый великый идолопоклонство это какое? Вот Бог хочет дать нам Слово, но есть что-то у меня, есть что-то у нас, вот это более, вот более, нежели Слово Божие. Что это за идол? Вот израильский народ, они собрали золото и слепили идол. Но для меня тогда сегодня что самое большое идолопоклонство? Это не что иное, как мои стандарты, мои мысли, мое суждение. Вот жизнь такая, вот это есть самый большой идол. вот многие люди, они хотят и говорят, и хоть слышат постоянно Евангелие, Евангелие, но они все делают по своим стандартам, по своим, вот, да, по своему стандарту. То есть, вот, все люди так. Ну, ну, и я тоже такой. Вот я тоже, когда готовлю проповедь, вот, в какой-то момент я вижу, что приходят мои мысли, и вот я по-своему пытаюсь что-то передать. И вот тогда я понимаю, ага, так не надо передавать. Вот это послание, это по моему уровню, это по моему стандарту. Люди могут получить здесь раны, и духовная проблема не решится от таких людей. Поэтому я меняю все быстро. Поэтому в нашем случае самый большой идол это мой стандарт, это мое суждение, это мои мысли. А также хоть мы слышим, что Христос моя поддержка, но если я живу по своим стандартам, то я рассчитываю на этот мир. То есть деньги являются моей поддержкой. Затем потом отношения с людьми являются моей поддержкой. Вот люди, то есть все эти мирские вещи являются моим поддержкой. Вот это есть в нашем случае самый большой идол, идолопоклонства. если любишь Евангелие, тогда пытаешься подстроиться под Евангелие. И вот если любишь Евангелие, то Евангелие выбираешь. А многие люди, они хоть говорят Евангелие словами, но они выбирают то, что подходит им. но в итоге это неправильно. Вот это есть идолопоклонство в нашем случае. Поэтому вот вы подумайте, вот это ко мне не относится это слово сейчас. Также есть конечно видимый идол. Там к примеру как буддизм, они поклоняются будде, либо же кто-то поклоняется камням. Ну конечно это видимое идолопоклонство, но более страшный идол, нежели вот видимый идол. Это мои стандарты, это моя поддержка на мир, моя надежда на мир и мои мысли. И когда я с мирских точки зрения сужу обо всем, вот это есть самый большой идол. Вот Бог дает слово для меня через пастора, через слово, и за это слово необходимо держаться. И вот мое упрямство моим мыслям и стандарты, вот люди за это держатся. Поэтому вот это слово с кафедры, оно не является моим. Поэтому я поэтому люди не могут наслаждаться Божьим действием. Вот достаточно просто следовать за словом. Вот мы тоже сегодня с вами прославляли, да, надеяться на Иисуса, повиноваться Иисуса, следовать за Иисусом. Он является нашим путем. То есть просто достаточно следовать за словом. и тогда Иерихон рухнет. И тогда перейдем реку Иордан. Поэтому вот фарисеи вот они тоже отстроили огромный храм. Они отстроили храм храм. И вот мы видим Давида. Давид, он все приготовил для строительства храма. Но израильские народы в итоге они не следовали за словом Божьим. Поэтому в итоге они начали все делать, поступать по своим стандартам. Вот вы же хорошо знаете, во втором исход об этом говорится. Значит Моисей берет шкрижали от Бога спускается вниз и видит как израильские народы постоянно начинают недовольствовать жаловаться и говорят Арону давай создадим идол себе. Идол говорит ой Арон говорит давайте создадим. И вот они собрали золото и вылепили вот козла для того чтобы ему поклоняться как идол. И вот они говорят это Бог который это Бог который вел нас в они говорят пусть вот это будет наш Бог который будет вести нас в землю. То есть вот Бог вывел их недавно из Египта и буквально на следующий день они уже идол создают. это о чем говорит они создали Бога по своим стандартам то есть Бог по своим стандартам вот это был смысл вот этого козла вот этого идола то есть вот все кто строили вот этот идол имеется ввиду израильси все они разрушились все они разрушились потерпели поражение послушайте надо следовать за словом нельзя следовать за своими мыслями за своими стандартами Но внутри нас вот эти мысли, свои стандарты, они сильно уже, они уже корни пустили. Поэтому просто так вот это выбросить невозможно. Вот я сам того не знаю, внутри меня бытие 3, 6, 11 глава. И вот это всё мирские стандарты, мирские вещи. И вот из этого необходимо выйти. Но это слишком глубоко укоренилось в нас, держит нас. Поэтому хоть мы верим в Иисуса, хоть мы ведём жизнь в веру, но не можем выйти из этого. Поэтому бытие 3, 6, 11 главы, они находятся внутри нас. Поэтому внутри себя необходимо держаться за Христа. Знаете, как вот тому свидетельство? Вот если я впал в бытие 3, 6, 11 главы и держусь за Христе, знаете, какое будет свидетельство? Моё, я, моё, наше. Вот, вот, всё то, что, вот, точнее, мы хоть держимся за Христа, но постоянно из меня выходит я, моё и наше. Вот это значит, что мы вроде бы держимся за Христа, но не держимся за Него. То есть, если мы держимся за Христа, тогда будет действие, будет действие, будут ответы нашей жизни. Какие? Престол Божий. Действие из Престола Божьего. Слово будет оживать. Слово есть в Евангелии. И вот это слово жизни, я ещё раз вам объясню. Вот вы же знаете, да, вот есть горчичное зерно, но маленькое-маленькое, но внутри этого зерна есть жизнь. Поэтому в будущем дерево вырастет большое. Вот это самое. Если вы связаны с Словом Божьим, тогда пройдёт время, даже если вы не можете этого понять, но перед людьми этого мира вы будете наслаждаться благосостоянием Престола Божьего, и будет сходить Божья сила, которая превосходит пространство и время. И будет свет, который сходит на местодействие. Послушайте, наше Евангелие — это не просто Евангелие. Наше Евангелие — это жизнь. И никто не может остановить эту жизнь. Даже если кто-то будет сильным, у него нет такой силы для того, чтобы остановить Евангелие. То есть, вот вы же знаете, что никто не может победить того, у кого есть сила. Вот та же самая. У нас внутри с вами есть жизнь Божья. И внутри нас через Иисуса Христа восстановился образ Божий. И вот наш мёртвый дух ожил сейчас. У нас живой теперь дух. Поэтому каждый раз, когда мы принимаем слово... Вот это слово — это не просто так. Это слово жизни. Оно сходит на меня. Поэтому мы говорим, что слово Божье живо и действенно, острее всякого меча обоюда острова, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения, помышления сердечные. Поэтому если вы будете принимать Божье слово, стоять перед словом, тогда вы увидите действие Божьего слова, и будут проявляться плоды в виде престола Божьего, в виде действия Божьего, в виде света Божьего, который сходит на местодействие. Поэтому необходимо срезать себя словом. О чём говорит это слово? Это слово, оно о чём-то другом не говорит нам. Оно говорит нам о девяти установках. Мы сейчас постоянно говорим о девяти установках. То есть первое из десяти основок — это какое? Триединый Бог внутри меня находится. То есть необходимо быть счастливым из-за того, что Бог со мной пребывает. И тогда сверху, с неба будут приходить благословения, благословения жизни. То есть я буду оживать. А также сверху будут приходить благословения. То есть наша поддержка, наш престол. То есть наша поддержка будет проявляться. И тогда я смогу находиться в общении с Богом, с церковью и с местами действия. И тогда будут приходить ответы, которых не было раньше и не будет в будущем. Вот это есть, вот это значит быть связанным с Словом Божьим. А если вот это Слово упустить, тогда вот Бытие 3, 6, 11 главы, вот внутри этого, даже если я буду познавать Христа, но я не смогу избавиться от самого себя. То есть я не могу избавиться от своего и не могу избавиться от нашего. Вот если знаешь Христа по-настоящему, тогда наше, мое, я, вот этого не надо ничего. Послушайте, по-настоящему нам необходимо принять Слово и чтобы у нас была правильная реакция на Слово. Я благословляю вас на это. Не, ну вот, я вроде бы держу за Слово, а жизнь не получается у меня. Ну вот, кто-то говорит, ну вот я же держу за Слово, что мне надо делать? Вот многие кто-то говорят. Но что самое важное? Вот люди говорят, да, конечно, надо что-то делать. Надо как-то жить специально. Но вам необходимо знать. Если Слово глубоко пустит корни внутрь меня, тогда даже если мне кто-то будет говорить, не живи определенным образом, я буду жить определенным образом. Даже если мне никто не говорит, делай, я буду делать определенным образом. Почему? Потому что внутри меня Слово будет жить. Поэтому прежде чем что-то делать, прежде чем как-то жить, необходимо быть человеком, у которого есть впечатление и реакция на Слово Божье. Даже если я сейчас не могу идеально жить, идеально поступать, но во время каждого момента необходимо стоять перед Словом и иметь реакцию на это Слово. Вот у вот такого человека есть надежда. Почему? Потому что в жизни такого человека будут происходить действия по Слову Божьему. Поэтому каждый раз, вот когда вы слушаете воскресное Слово, я желаю, что вы не упускали это Слово Божье. Даже если Слово кажется вам ущербом, даже если Слово кажется, что мне оно не поможет, даже если оно со мной не совпадает, если вы хватитесь за Слово Божье, которое является Божьим обещанием, и помолитесь, и бросите вызов, даже если оно со мной не совпадает, это Слово, вот потом, вот посмотрите, какая у вас будет реакция. Вот мой стандарт, мои мысли. Слушайте, поэтому не совершается в моей жизни. Но Слово Божье совершается в этой жизни. Поэтому Исайя 48 сказано, трава засыхает, цвет увядает, а Слово Божье нашло вовек. И вот это Слово Божье, оно должно быть внутри меня находить. Я должен быть связан этим Божьим Словом. То есть, что говорит это Слово Божье? Говорится о Триединном Боге. О Триединном Боге, который действует, когда мы молимся по Слову. И вот этот Триединный Бог дает мне силу. И тогда сверху сходит на меня действие жизни, действие, которое превосходит пространство и время. И тогда у меня появляется ответ, которого не было и не будет. И вот тогда в моей жизни будет свержаться Божье Слово. И тогда начнут приходить ответы, которые уже Бог приготовил. Поэтому давайте, верующие церкви, давайте будем следовать за Словом. Если Слово говорит «иди», давайте идти. Если говорит Слово «стоять», давайте стоять. Вот израильский народ, они всегда шли за Ковчегом Завета. И вот когда они шли за Ковчегом Завета, тогда чудеса происходили. И даже если что-то не совпадало с уровнем, со стандартами израильского народа, но следуя за Ковчегом, происходили чудеса. Вот та же самая. Если мы станем едиными в Слове, тогда Сатана не может такую церковь поколебать. А злой Сатана, он знает вот это. Поэтому он делает так, чтобы мы не были едины в Слове Божьем. Вот это стратегия Сатаны. Поэтому, послушайте, наша церковь Хана не должна спасти только вот этот город Тегу. Нам надо спасти 237 стран мира. Поэтому ради этого все верующие должны стать единым целым на основании воскресного слова, кафедрального слова. Поэтому все верующие в нашей церкви должны спасти 237 стран мира. Но что мы можем ради этого делать? Стать едиными в Словом. Во-вторых, в Ковчеге Завета была манна. Что значит манна? Пока миссисерский народ шли по пустыне, они не могли там заниматься земледелием. Поэтому Бог, Он дал им манну с неба. И всегда вот израильский народ, они жаловались, там нечего пить, нечего кушать. И вот тогда Бог такому израильскому народу, Он дает им, что есть, что пить. И вот мы с вами, вот если нам что-то нравится, мы говорим, хорошо. Если нам что-то не нравится, мы жалуемся. Что это значит? Вот израильский народ, когда не было манны, не было кушать, начинали жаловаться, недовольствовать. Это говорит о том, что образ, облик израильского народа это мой облик сейчас. И вот всегда Бог, Он давал им манну с неба, потом давал им воду со скалы. То есть Бог, Он восполнял все вот эти нужды их. Что это значит? Бог, Он совершенным образом несет ответственность за нашу жизнь. Вот, как только они вышли из Египта, вот их было, а вот когда они входили в Египет, их было немного, но когда их вышло, было около двух миллионов людей. Вот как их всех кормить? И вот надо было как-то кормить, надо было давать воду. Но как тогда они поступали? Израильский народ, как народ Божий, когда они следовали за заветом, Бог совершенным образом, Он полностью защищал их, Он полностью нес всю ответственность. Поэтому Иисус, Он так же само в Матфея говорит, что, вот посмотрите на птиц небесных, вот Бог, Бог, неужели Он их не кормит? Матфея 6, 26, неужели вы не более драгоценны для Отца? Послушайте, когда мы следуем за Словом, каждый шаг наш, Бог, Он соблюдает и защищает нас. Бог несет ответственность. Поэтому вот это Слово сейчас, оно нам об этом говорит. Вот Манна об этом говорит. Поэтому нам не надо переживать. Если мы будем держаться за Божьим Словом и будем двигаться, тогда ни о чем другом беспокоиться не надо. Почему? Потому что Бог, Он защищает церковь свою и ведет. Вот я уже говорил вам об этом. Вот один пастор, он тоже хотел стать главным пастором, но я, когда был в процессе становления главным пастором, тогда как бы я тоже пришел, и вот тоже я увидел много проблем, трудностей. Но тогда главный пастор, он сказал мне, он так сказал мне, церковь, это Божья церковь, и Бог несет ответственность за нее. Послушайте, если мы с вами люди, которые люди Божьи, которые получили спасение Иисусом Христовым, тогда Бог о нас заботится, Бог несет полную ответственность за нас. И в-третьих, в ковчеге в Завета был трость Аарона. Аарона. Значит, израильский народ, они сначала последовали за Моисеем, который был руководителем, а потом начали жаловаться на Моисея, который был руководителем. Поэтому Моисея много слышал недовольства, в свою очередь. Но вот когда вот в Кадес-Варне, когда вот эти шпионы, когда сходили в землю Ханан, пришли и дали отчет Моисею, вот если посмотреть, особенно числа, 14 главу, то там видно, что тогда весь народ начал жаловаться. Как это в земле Ханан такие большие люди, мы не сможем туда войти. И вот они начали жаловаться на Моисея, начали предлагать, давайте вернемся в Египет теперь. То есть они начали как бы бросать вызов Моисею. И вот они начали так говорить, зачем нас Бог сюда привел? Что? Мы не могли умереть, что ли, в Египте? Зачем нам умирать здесь? То есть вот они начали как бы коллективно противостоять Моисею. Поэтому очень важны наши слова веры. Потому что иногда слова мои, они могут привести к хаосу, либо же они могут привести к завоеванию. вот слушайте, вот если вот вам необходимо знать, что слова не имеют сил или разъединить, или завоевать. И вот тогда, и вот тогда, вот из-за слова на Чептога, давайте вернемся в Египет. И вот тогда, и потом, вот Бог, Он делает так, что Он покажет Азарскому народу свою силу. Он, Он ставит, Он ставит, вот это колено Левина. колено Левина, Он ставит, как те, которые будут говорить о славе Божьей, будут преподносить богослужения, чтобы все следовали за Божьим заветом, чтобы все знали, что Бог ведет свой народ. Вот та же самая мы с вами. Нам достаточно только следовать за течением Божьего завета. У нас есть слово с главной организацией, слово церкви. Послушайте, вот когда мы говорим течение завета, это не Евангелие. Течение завета имеется в виду следовать за кафедральным словом, за словом воскресенья. Поэтому, если не следовать за течением ковчега, тогда что мы видим в израильском народе? Они претерпели поражение. Вот в историю посмотрите, израильский народ постоянно терпел поражение. Поэтому, послушайте, все, что мне необходимо, Бог дает слово, слово дает. И вот мы тоже не знаем иногда, что произойдет в нашей жизни, но все равно все Бог дает необходимое нам. Бог нас защищает, Бог несет ответственность все равно за все. А злой сатана, что он делает? Он в эту эпоху где люди переполнены злыми духами. Он делает так, чтобы все потомки впадали в духовные проблемы. И чтобы вся эпоха была переполнена духовными проблемами. Поэтому нам необходима духовная сила для того, чтобы жить в эту эпоху. Но если мы будем следовать за ковчегом завета, то Бог даст все необходимое. я подытожу слово. Вот этот ковчег завета тогда на сегодняшний день для нас это что? Значит, вот этот ковчег завета, тайна ковчега завета, она уже совершилась в нашей жизни. Самого ковчега завета уже нет. И нам его не надо больше. но вот Бог все равно содержание ковчега завета он сокрыл. В чем он сокрыл? На чем необходима должна быть наша сосредоточенность? Это Матфея 17 глава 8 стих на горе вот мы видим, что на горе преображения остается только один Иисус. То есть для нас остается только один Иисус. Поэтому сегодняшняя тема наслаждайтесь совершенным заветом, завет, который совершился. То есть вот это слово завета, которое совершилось, это Христос. Вот эта манна, которую Бог совершил, это Царство Небесное. И внутри Евангелия вот этот посох, вот эта трость Аарона, которая совершилась, это и есть Дух Святой. Это сила Духа Святого. Поэтому внутри Ивана или Бог уже дал нам вечное слово Христе. Бог дал нам вечное Царство Небесное, которое защищает нас. И Бог дал нам Дух Святого, который дает нам силу. Поэтому Деяние 1.1.8 достаточно, чтобы в нашей жизни было только тока. Христос, Царство Небесное, Дух Святой, чтобы это стало только для нас только. И тогда действие, сам Бог будет действовать. Вот нам в этом мире что-то делать, это невозможно. Но для Бога абсолютно возможно. Значит, вот то, что для меня невозможно, для мира невозможно, но для Бога абсолютно возможно. возможно. Поэтому для Бога, Которого все возможно, Он дал нам завет, Он дал нам Евангелие. И это Христос, Царство Небесное, и только Дух Святой. И вот на этом надо просто сосредоточиться. И тогда на местах действия Бог будет сам действовать. Вот по-настоящему в течение вот этой недели вы не сосредотачиваетесь на чем-то другом. Наслаждайтесь совершенным заветом. Я благословляю именем Господа, чтобы вся наша церковь, она стала такой. Бог, благодарим Тебя в этом мире, где есть много трудностей, где есть много трудностей, где сатана действует на местах действия, ты делаешь так, чтобы мы не упали. ты даёшь нам тайну ковчега. И теперь внутри вот этого Евангелия, которое совершилось, благослови всю церковь, чтобы мы все держались за этот завет и так двигались дальше. И благослови, чтобы мы держались за завет Христа, вечное слово, держались за Царство Небесное, которое защищает нас, и держались за Дух Святой, только, которое даёт нам силу. И благослови, чтобы мы нас создали с ответами настолько, чтобы спасти одну эпоху. Господь действует Духом Святым. Ты благослови, все наши места действия, чтобы они поменялись, чтобы получили исцеление, чтобы были спасены. Господь, благослови, чтобы, когда мы только держимся за совершенный завет, мы увидели эти благословения. Благослови, чтобы все верующие стали одним целым и в эту последнюю эпоху держались за это совершенный завет и, Господь, получили все благословения. Молюсь во имя живого Господа Иисуса Христа с благодарностью прославляю. Аминь.